В магазине всё для чая. Продают 5 разных видов чашек. 3 блюса. Разные? Тоже разные, да. И 4 дочки. Тоже разные. Да. Сколькими способами можно купить? Один предмет. Что-нибудь хотите купить? Бонт-бэ. Два предмета с разными названиями. И пункт-бэ. Три предмета разных названий. Для набора. Да, вот так. Набор блюд с чашек-радошек. Другая задача. Сколько существует четырёхзначных чисел с пунктом А нечётными цифрами и пункт-бэ с чётными цифрами. То есть в одном случае все цифры должны быть нечётными, в другом случае все цифры должны быть чётными. Следующая задача. Есть табличка размером 2 на 2. Каждая клеточка будет чёрная или белая. То есть целиком чёрная или белая. При этом таблица прибита к стене. за шурупами перенчена, глазами прибита. Замечательно. Сколькими способами можно вот так вот её покрасить? Другой пункт. Она не прибита. Можно поворачивать. Вопрос, сколько в таком случае. Так. Следующая задача. В футбольной команде 11 человек и ни одного запасного. Из них нужно выбрать капитана и вратаря. И это обязательно должны быть разная юзка. Капитан и вратарь не могут совпадать. В этой игре почему-то запрещено, чтобы они совпадали. Вопрос, сколькими способами из 11 произвольных футболистов, которых вы вообще не знаете, можно одногодно значить капитаном и другого вратарем. Так. Вопрос. Да. А вот в Б и В там не важно первая это чашка или вторая чашка. Нет. Чашки разные. Прибирать. Почему? Потому что мы можем взять либо пять чашек. Любую из пяти чашек. Любую из трех миллионцев и любую из четырех вратарь. Ну то есть на самом деле пять плюс три плюс четыре. Да. Спасибо. Правильный ответ. Пункт Б. Б это у нас пять... Потому что мы можем взять формулу. Конечно. В пункте А формула это пять плюс три плюс четыре. В пункте Б какая формула? Пять и три. Да. Да, посмотри. Плюс трех вратарь четыре. Да. Плюс четырех вратарь. Все поняли? Да. Абсолютно верно. И в пункте В? Просто перемножу. Пять и трех вратарь четыре. Спасибо. Секунду. Поняли? Да. Отлично. Можно еще раз повторить какой-то второй? Есть табличка два на два квадратик. Это третий. Второй. Сколько существует четырехзначных чисел, у которых все цифры нечетные? Или другой пункт, у которых все цифры четные? Спасибо. Ну, четырехзначные значит, ну, то есть четыре символа четных, это у нас два, четыре, шесть, восемь. Четыре символа получается четыре, четыре, то есть можно перемножить где-то будет двести пятьдесят шесть. Крепная ответка. Может, еще ноль. Так, давайте. Стос, стос, стос. Пять умножить на пять, умножить на пять, умножить на пять. Все поняли? Да. Потому что нечетных цифр пять штук. Так, а в чем лошинка? Мне сказал про ноль. Конечно, забыл про ноль. И какая же форма в пути В? Желучая с... Первым я смажу, что это четыре. Да. Потом... Ну, потому что ноль. Да, да, да. Чем? Пять. Пять, потом пять, Пять, потом пять. Пять, пять, и пять. Конечно. Поняли? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Что я говорила, что нужно нечетные цифры. Да. Так, а там второй пункт. Что? Что? А я просто говорю, что именно цифры. Давай. Ноль мы не учитывали. Чем? Не знаю, мы говорим, что ноль это нечетное или четное. В смысле? Непонятно. Нам будет, что ноль это нечетное. Плохо. Число называют четным, если оно делится на два. То есть, если оно представимо в виде два умножить на целое число. Ноль это ноль умножить на два. Значит, ноль это, конечно, четное число. Все целые числа делятся на нечетные. Один, три, пять, минус один, минус три, минус пять, минус семь и так далее. И, соответственно, четное. Это ноль, два, четыре, минус два, минус четыре. Вот. И поэтому, конечно, здесь четыре, ноль на пять, на пять, на пять. Другое дело, что число четырехзначное начинаться на ноль не может. Это правда. Вот именно поэтому здесь четверых. Поняли? Кстати, в диагнозе мы можем выразить тысяч человек. А на батарея десять человек оставшихся. Да, значит, отлично, молодец. Конечно, в последней задаче, это типичная задача на правило произведения. Одиннадцать умножить на десять. Все поняли? Да. Очень хорошо. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо.